Этот визит мэра города Орла к ветеранам совсем не в праздник, но повод особенный. В конце августа отмечалось 75-летие победы в Курской битве. И вот награды дошли и до орловских защитников. От себя лично и по поручению губернатора Курской области вручить вам вот такую награду. Это награда в честь 75-летия Орловско-Курского сражения, в котором вы были участниками. Евгения Николаевна Розанова, 92, в ряды Советской армии попала добровольцем в 1943 году. Чтобы взяли на фронт, схитрила. Мы приходили в военкомат, просились на фронт, а нас гнали оттуда. Господи, Боже мой, что мы только не делали, чтобы только на фронт нас отправили. Только вспоминать тяжело. Дом со звездой. Проект, запущенный в Орловской области по инициативе губернатора Андрея Клычкова. У квартиры Евгения Розанова теперь тоже есть такой отличительный знак. Здесь живет ветеран. А вот Николаю Дмитриевичу Овсяникову в декабре исполнится 94. Участник партизанского движения Орловско-Курской дуги тоже отмечен курским губернатором юбилейной медалью. Ветеран имеет множество наград и орденов. Теперь в копилке будет и юбилейный знак. А еще красная звезда. Люди, которые воспитаны патриотизмом, люди, которые любили свою родину, люди, которые прямолинейны в характере, на сегодняшний день в силу своего возраста высказывают проблемы и четко, понятно аргументируют и предлагают решения. Не считаться с этим нельзя. Надо единственное, что сделать, прислушиваться к ним. Хотя бы. Хотя бы прислушиваться. Мы сегодня много работы ведем в этом направлении, но, наверное, она незаметна, так как должна быть. И воспитывать молодое поколение на примере на их обязательно надо. Виктория Юркова, Эдуард Чернаускас, телеканал Первый областной.